всем привет дорогие друзья с вами как всегда александр и сегодня я хочу рассказать вам о кресле вообще давненько я вам о креслах не рассказывал и в мире автокресел появилась интересная моделька от компании козе сейф модель называется артур это кресло категории 0 1 2 3 так универсальное полностью кресло но дело в том что здесь до 18 килограмм можно базить против хода движения здесь даже сбоку об этом написано на базе вот поэтому для тех кто ищет максимально долго чтобы была возможность возить ребенка против хода как в европе за это же все время говорят есть вот такой вот интересный вариант сейчас она уже установлена против хода движения я сейчас отстегну его и покажу вам естественно его подробно вот почему я его сразу установил чтобы вы видели как она устанавливается здесь есть якорный ремень изофикс и ремнем можно ставить но только вот изофикс и все что я назвал это используется против а по ходу движения а против хода движения вы можете установить его только ремнем именно вот таким вот способ это классический способ как и люльки всегда верхняя точка крепления нижняя вот поэтому такой стандартный способ крепления сразу вот хотел вам показать как это будет выглядеть что касается угла наклона сейчас покажу почему это так вот все здесь круто вот я кладу руку поднимая и мы практически лежит ребенок это очень круто потому что здесь реально используется очень крутой вкладыш сейчас отстегну кресло кстати когда будете смотреть это кресло я бы порекомендовал вам его сначала померить в автомобиле потому что даже вот на этом демонстрационном кресле ремня мне хватило прям тютелька в тютельку пришлось прям даже напрячься прям надавить чтобы она защелкнулась вот поэтому обратите на это внимание в общем вот так вот против хода движения мы едем потом сейчас поставил его вот так и разворачиваем и сейчас уже у нас появляется возможность крепить его и ремнем изофиксом якорным ремнем а то почему мне очень сильно понравилось это кресло в категории 0 потому что используется вот такой вот крутой я считаю очень хороший вкладыш который очень толстый видно вам надеюсь хорошо и он реально делает посадку ребенка практически лежачий и это у нас получается положение благодаря вот такому нормальному вкладышу очень близко к нормальным люлькам категории 0 отдельно группа когда 0 все универсальные кресла не все-таки компромисс какой-никакой где-то что-то ну в общем чем с чем-то приходится мириться здесь же категория 0 не пострадала полностью и можно комфортно возить долго ребенка в общем когда ребенку уже девять месяцев мы технически можем развернуть кресло ехать лицом вперед но здесь повторюсь можно ехать еще долго против хода движения но минимум девять месяцев против хода давайте сейчас немножечко окресли самом покажу его вам кстати давайте наклон оценим по ходу движения вот угол наклона и это очень тоже хороший показатель потому что ребенок спит голова вообще вперед не висит и нормально долгие поездки может ребенок спать и не просыпаться от этих клевков своей же головы в общем супер кстати не обращайте внимание этот вкладыш он относится к тому маленькому вкладышу он тоже отсюда демонтируется и у нас его быть не должно он для головки новорожденного ребенка пускай просто торчит вот ребенок у нас естественно пятиточными ремнями пристегивается пока еще маленький до 100 сантиметров роста нам нужно будет ездить с этими ремнями потом мы разворачиваем это кресло не разворачиваем спросите снимаем отсюда ремни и пристегиваем вместе с ребеночком вот так вот штатным автомобильным ремнем так смотрите считаем что здесь ремней этих нет взрослый ремень используется автомобильные и что нужно и важно знать как золотое правило не пренебрегайте этим ни в коем случае высоту подголовника когда будете регулировать из-за того что уже автомобильный ремень используется нам здесь нельзя совершить ошибку по высоте подголовника потому что расстояние от подголовника до плеча ребенка должно быть не больше двух пальцев желательно не меньше одного если будет выше ремень будет близко горло очень опасно в каждом обзоре это говорю и никогда не устану повторять следите за этим обязательно в общем все с установкой с посадкой ребенка и его креплением в кресле мы с вами разобрались все очень просто классическая схема везде в креслах одно и то же все все отлично все супер что касается ткани кстати ткань в 90 процентов кресла используют что-то подобное это не какая-то выдающаяся ткань ну и простое тоже не назовешь совсем уж вот нормальная приятная ткань тактильно каркас кстати дышащий вентилируемый тоже очень здорово что касается кстати безопасности сертификации получено обязательный каштест и пройденный доверять ребенка можно с этим все хорошо вот давайте теперь посмотрим как его установить по ходу движения потому что тоже важный момент а и под ткани вернусь пока не забыл ткань можно снять постирать и стирайте до 30 градусов желательно вручную чтобы ткань не села комплекте кстати идет пластиковая такая его штучка которая помогает заворачивать весь вкладыш всю ткань обивку обратно на места я такой редко редко где-то еще я встречал такой он это большая редкость чтобы комплектовали этими вещами которые реально полезны так смотрите так ставим что касается изофикс все классическим образом делается ничего сложного спереди стеречь кнопочка нажимаем он сам выскочит кстати здесь все хорошо как я говорил со всеми видами креплениями есть еще и якорный ремень ну и вообще смысла вам нет совсем не увидите он сзади за подголовником пристегивается вот крик у кресла короче говоря должно быть два крепления нижние и верхние верхние это якорный ремень изофикс нижние поэтому берем просто на изофикс защелкиваем якорный ремень прокидываем все якорь закинули подтянули все кресло стоит в общем на самом деле все очень просто так смотрите вот это вот максимально сидячее положение ну прям конкретно сидит вот что-то среднее и вот на троечку можно ставить это вот в положении отдыха так называемое еще естественно можно все это дело продублировать ремнем просто берется ремень вот сюда прокидывается отсюда вышли на защелкнули и с моей стороны вот здесь вот натяжитель просто натягиваем здесь все просто натянули ремень и все удобно будет если например нужно поставить вперед можно обойтись без за фиксу поставили его натянули и все хорошо на переднее сидение имею ввиду вот поэтому вполне себе все варианты крепления здесь присутствует только напоминаю против хода группе 0 только на ремень можно установить ремнем можно установить это кресло так принципе добавить не больше нечего хочу лишь сказать свое короткое мнение это кресло меня впечатлило категорию 0 вот суперский вариант потому что я всегда людям рекомендую брать отдельно люльки потому что в универсальных всегда нужд не то положение что вот хотелось бы видеть здесь же прекрасно далеко можно ехать не сильно ограничивая ребенка по времени нахождения здесь потому что это я думаю так это мое личное мнение в инструкции так не написано но это я говорю потому что я вижу что положение ребенка есть очень неплохое и ребенок не полу скручены там сильно сидит поэтому дольше ездить можно быть я думаю повторюсь вот и в дальней поездке по ход движения наклона достаточно она достаточно мягкая качественно все сделано качественно вообще вопросов нет и более менее адекватная цена в нынешних реалиях ссылка внизу в описании есть пройдите посмотрите я думаю что вы оцените что там действительно адекватная стоимость за то что вы получаете вот и соответственно заключение хочу лишь пожелать вам сделать хороший грамотный выбор ссылка внизу в описании и удачи вам на дорогах до свидания